Вчерашнее оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан было необычайно длинным и необычайно продуктивным. Видимо, выздоровевший руководитель Республики Дорогой Радифаритович с повышенной энергией снова ринулся в бой. Также необычайно длинным было вступление к оперативному совещанию. Обычно это одно-два коротких объявления. Там того уволили, этого назначили, случился праздник. В этот раз все было очень длинно и подробно. Начал Хабиров с того, что пришли некие статистические данные за 2019 год, которые очень должны радовать нас. А именно в той части, что инвестиции в основной капитал в Республике Башкортостан в 2019 году были рекордно большими за последние 10 лет. И составили более чем 322 миллиарда рублей. То есть плюс 14% даже к показателю 2018 года. Но это, безусловно, очень много. По крайней мере, звучит грандиозно. Отдельно Хабиров и персонально почему-то поблагодарил Тажетинова и Шельдяева. Два этих чудо-богатыря, судя по всему, и есть главная причина повышения инвестиций в основной капитал. Однако, напомню, конечно, что статистика и в России, и в Республике в том числе, это, конечно, продажная девка империализма. Соответственно, особенно сильно радоваться и доверять ей не стоит. Отблагодарив устно Тажетинова и Шельдяева, Хабиров, впрочем, заметил, что, цитирую, «накручивать на большие проценты становится все сложнее». Осталось доподлинно неизвестным, что это было математическая сентенция или некая скрытая форма сарказма. Но, в общем, на этом Хабиров перестал хвалиться экономическими достижениями и перешел к достижениям дизайнерским. Далее Хабиров сообщил, что Республика Башкортостан совершенно неожиданно заняла первое место на российском конкурсе по количеству заявок, поданных на благоустройство малых городов. 11 заявок было подано от Республики Башкортостан, и как минимум 5 из них прошли в этом конкурсе и получили общую сумму грантов в 320 миллионов рублей. Речь идет о том, что некое проектное бюро, возглавляемое девушкой со стрелки, которую, кстати, Хабиров прямо обнимал и наградил тут же на месте, без суда и следствия, какой-то грамотой. Так вот, эта девушка со стрелки нарисовала очень красивые картинки, которые показала у себя же там на стрелке в Москве на конкурсе, и она же там выиграла вот эти вот какие-то гранты и призы для городов. В прошлом году аналогичный конкурс тоже прошел, и несколько городов, но не так много из Башкирии получило также это финансирование на благоустройство своих территорий и центров этих населенных пунктов. Однако Хабиров тут же выразил беспокойство о том, что, ну хорошо, картиночки это хорошо, финансирование это хорошо, а вот как быть с реализацией этих проектов, напомнил, что к 1 ноября должны быть реализованы проекты предыдущей итерации этого же конкурса, а то получится некрасиво, потому что, ну вот, денежку получили, а проекты не реализовали. Краем глаза все мы, наверное, заинтересованные посмотрели на эти замечательные проекты, которые нарисовала девушка со стрелки. Ну, в принципе, конечно, симпатично в таком чисто московском стиле, в стиле абсолютного непонимания, как вообще живут провинциальные города, там, значит, какие-то совершенно воздушные конструкции, без всяких учетов климатических условий. Ну, посмотрим, насколько это все будет реализовано, насколько это будет адаптировано к нашим реалиям, и самое главное, какую часть этих денег смогут все-таки уворовать в местных администрациях. Хабиров отдельно посетовал, что Сибай, принимая участие в этом конкурсе, не смог добиться результата, потому что, ну, видимо, Сибайский мэр, окончательно увешанный орденами, уже потерял всякую хватку. Хабиров прямо был расстроен, потому что Сибай не выиграл там ничего на этом конкурсе, даже не получил там какого-то рядового финансирования. В общем, облом получился. Продолжая свое длинное вступление, Хабиров сообщил, что с 2020 года из ближайшего 2 мая в республике учрежден некий «День поминовения и почитания умерших родственников». 25 февраля Радий Фаридович встретился с религиозными лидерами региона, обсудил с ними необходимость, насущность подобного мероприятия, договорился, обсудил там с точки зрения конфессиональных возражений или невозражений это все, и, в общем-то, они пришли к единому мнению, что 2 мая, в выходной, будет вот такой всеобщий день поминовения. Ну, что-то вроде родительской субботы, только для всех конфессий. Ну, Хабиров, надо отдать ему должное, очень аккуратно и корректно оговорился, что мы там ничего не меняем, никому ничего не навязываем, и вообще этот день в большей степени предназначен для коммунальщиков, которые должны привести в порядок кладбища и всевозможные места захоронения, в том числе и воинские кладбища, в том числе и ветеранские всевозможные, значит, мемориалы и так далее. Ну, в общем-то, ничего плохого, наверное, в этой инициативе нет, хотя, как говаривал один из моих начальников в прошлом, по всей видимости, мы плодим сущности. Завершая затянувшееся вступление, Хабиров перечислил события в республике, которые случились на прошедшей неделе. Он упомянул какой-то там по счету промышленный форум, который привлек немыслимое количество иностранных участников, отдельно поблагодарил организаторов этого форума. Я не запомнил, как он назывался, но, понимая, что у нас в 2020 году более 300 мероприятий запланированы, соответственно, естественно, каждый день в республике по форуму. А также Хабиров упомянул второй образовательный форум «Взлетай». Отдельно остановился на том, что идея Путина о обязательном горячем питании для детей, школьников 1-4 классов, которая будет растянута в стране до 2023 года, в республике Башкортостан растягиваться не будет. И с 1 сентября уже 2020 года дети пойдут в школу и будут получать бесплатное питание с 1 по 4 класс. Тут Хабиров немножко приоткрыл занавес и завесу непонимания и загадочности этой истории и сообщил уже первую цифру, а именно он сказал, что стоимость этого питания, имеется в виду стоимость для бюджета, составит 55 рублей. И Хабиров также сообщил, что на 55 рублей ребенка можно накормить. Но, в принципе, какой-нибудь плюшкой и чаем, да, можно, а вот горячим обедом, вот тут большой вопрос. Очень бы хотелось посмотреть на этот горячий обед за 55 рублей. Всему рано или поздно приходит конец, пришел конец затянувшемуся вступлению Хабирова на этой оперативке и завершил это вступление философски, цитирую, «переходим к делам нашим грешным», сообщил нам руководитель республики. Традиционно первым вопросом в оперативном совещании был вопрос об оперативной обстановке в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Естественно, первым докладчиком был Беляев Борис Владимирович, который сообщил нам, что управляющие компании в республике активизировали очистки крыш, дворовых территорий и посыпку тротуаров. Не уточнив, впрочем, чем же посыпают тротуары управляющие компании, Борис Беляев, конечно, поверг в шок всех, кто слышал вот эту фразу, потому что именно прошлая неделя была ознаменована шквалом недовольства и активности в сетях на тему именно тротуаров и между домовых проездов и дворовых территорий. По крайней мере, в Уфе город превратился в сплошной один большой каток. Люди скатываются под колеса автомобилей, тысячи травмированных просто на ровном месте падающих. Особенно это касается пожилого населения. Люди в этом возрасте склонны к переломам нижних конечностей, и типовым переломом является перелом шейки бедра. Как правило, подобная травма ведет уже к полной иммобилизации, в принципе, до смерти человека. То есть, как правило, люди в возрасте 60-70 лет уже не излечиваются окончательно от подобного перелома. И вот эти переломы, они, конечно, преобладают, особенно среди пожилого населения, и их, напомню, сейчас в Уфе тысячи. Говорить на фоне вот такого бедственного положения о том, что там чего-то они активизировали, конечно, было очень опрометчиво со стороны господина Беляева. Но, тем не менее, господин Беляев Борис Владимирович у нас абсолютно неудержим. И дальше он продолжил свой отчет. Собственно, он рассказал нам теперь уже о своих успехах в области вывоза твердокоммунальных отходов. Как и заповедовал ему Ради Фаридович на прошлом совещании, господин Беляев начал использовать в своей речи цифры. Он сообщил, что количество недовольных вывозом ТКО на минувшей неделе выросло, аж на целых, как он выросился, 3 единицы. То есть 3 единицы – это 3 человека, которые еще написали ему о том, что где-то там не вывозят мусор. Значит, в части видеофиксации Борис Владимирович выявил факты, цитирую, некомпетентности водителей и мусоровозов в работе со смартфонами. Надо же, какая неожиданность. То есть, судя по всему, водителям мусоровозов раздали смартфоны и велели фотографировать то, как они вывозят мусор. Ну, в общем-то, водители смартфонов, люди грубые и к вот этим вот технологиям не приучены. И, соответственно, видимо, они в присущей для них стилистике и послали свое начальство так далеко, что пришлось констатировать некую их некомпетентность в работе со смартфонами. Также Борис Владимирович сообщил, что за прошедшую неделю он смог выставить на просторы Республики Башкортостан 1242 дополнительных контейнера. И 50% организаций уже заключили договора нового СТКО. Надо же, какое достижение. Еще лет 10 и, наверное, заключит все 100%. На этом Беляев замолк, а Хабиров прокомментировал выступление Бориса Владимировича. Присоединяясь ко всему прогрессивному человечеству, я также, как и это прогрессивное человечество, недоумеваю. Недоумевая я тому, что какую бы ерунду не говорил господин Беляев, Хабиров никогда не удивляется и не критикует его. И в этот раз тоже Хабиров начал хвалить посторонних и ругать непричастных. В частности, Хабиров сказал, что нужно поучиться у города Октябрьского опыту по реформе вывоза твердокоммунальных отходов. И Хабиров сообщил, что город Октябрьский шагнул в будущее. Было бы очень любопытно посмотреть, на самом деле, насколько город Октябрьский шагнул в будущее. Мы продолжаем свою акцию по сбору фотографий тех мусорных контейнерных площадок и всевозможных помоек, которые существуют у нас в республике. Жители Октябрьского, обращаюсь к вам, пришлите нам, пожалуйста, ваш шаг в будущее. Нам бы хотелось посмотреть, насколько действительно вы туда шагнули. Продолжая комментировать выступление Беляева, Хабиров обрушился на жителей республики. Хабиров потребовал прекратить нигилизм и перестать мириться с тем, что жители не платят за вывоз ТКО. Процитирую руководителя республики. «В прошлом году я считал, что безнравственно требовать людей деньги, но теперь мы эту работу наладили, и нам надо требовать деньги за вывоз мусора. Начинайте претензионную работу с теми, кто не платит». Хабиров повелел Беляеву начать кошмарить и душить тех, кто не платит за вывоз мусора. Отчасти, конечно, Ради Фаридович прав. И основными неплательщиками, конечно, являются организации и вовсе не нищие. Но коснется это, конечно, и многих бедных слоев населения, которые просто по отсутствию денег тоже не платят за вывоз этого мусора. В общем, конечно, грядут такие жесткие времена. Но будем двигаться дальше. И вторым докладчиком, по тому же вопросу со докладчиком, был, как обычно, Мухаммедьянов Тимур Рафисович, который рассказал нам о количестве ДТП. Их случилось у нас 43 на прошлой неделе. О количестве пострадавших в этих ДТП. 50 человек и один человек погиб. Тимур Рафисович сообщил нам, что со 2 марта начинаются работы по устранению аварийной ямочности. Что это за новая категория ямочности, осталось неизвестным. Однако Мухаммедьянов оговорился, что все-таки основные работы начнутся с 15 апреля. А основной инструмент этих работ – это дорожный эксперт. И все ямы будут оцифрованы именно до 15 апреля. Тут случился очень примечательный диалог между Хабировым и Мухаммедьяновым. Хабиров, как бы не слушая доклада Мухаммедьянова, его переспросил, что у нас со смертностью в ДТП по 2020 году. Мухаммедьянов очень примечательно ответил, идем с увеличением, погибло 64 плюс 7. То есть как-то слово увеличение, видимо, подсознательно у башкирских чиновников сразу ассоциируется с достижениями, и потому прозвучало это очень торжественно. Хабиров на что заметил. Как вы собираетесь достигнуть психологического барьера в 400 смертей в год? То есть, напоминаю, в 2020 году на дорогах к Башкортостану должно погибнуть не больше 400 человек по задаче Хабирова. Мухаммедьянов начал бубнить свой обычный набор, такой совершенно невнятный набор каких-то средств, которые, по его мнению, должны спасти людей. Ремонт дорог, разметка, камеры, комиссии вот эти выездные. Хабиров перебивает Мухаммедьянова. Я вам задачу поставил, намекаю, вы уже первые два месяца проиграли, как будете достигать результата, непонятно. Конец цитаты. Ну, собственно, этот диалог показывает, что Мухаммедьянов все больше и больше вновь раздражает Хабирова. Это у нас происходит каждую весну. И, судя по всему, мы опять будем наблюдать вот этот вот сложный концерт представления, я не знаю, драму. Тоже посмотрим, как получится в этом сезоне. Но, видимо, без конфликта между этими двумя сторонами не обойтись. Третьим садокладчиком по тому же вопросу, как обычно, был Гумеров Фарид Рифович. Лучик света в темном царстве. Этих вот первых двух докладчиков Фарид Рифович сообщил нам, что количество пожаров в республике Башкортостан неизменно снижается. Всего трое погибших за прошедшую неделю. Как обычно, пожарный извещатель спас женщину в какой-то так далекой деревне. И вообще сокращение пожаров на 134, а смертей аж на 16 к аналогичному периоду предыдущего года. И больных коронавирусом в республике Башкортостан категорически не выявлены. Вторым вопросом оперативного совещания был вопрос о подготовке к весенним полевым работам. Докладчиком, естественно, был министр сельского хозяйства Фазрахманов Ильшат Ильдусович, который сообщил нам, что в 2020 году площади посевов в республике Башкортостан вырастут на 4% и достигнут 3 миллионов гектаров. А также сообщил о структуре культур, которые будут сеяться в республике. Сообщил, что будет возрастать, что уменьшаться. Снизится на 12% количество сахарной свеклы. Об этом мы поговорим отдельно. На 9% маслячных культур, на 5% яровых и на 29% снизится количество кукурузы, посеянной на зерно. На 54% возрастет количество азимых. Но это результат пересева в 2019 году. Очень большое количество было пересеяно на азимые в прошлом году. И потому вот такие 54%. 31% прироста овощей бахчевых. Что, кстати говоря, обсуждалось и объясняется действительно недостатком овощей в республике собственных. Может быть, это даст какой-то результат. Ну и на 12% возрастают площади посева кормов. Стоимость всех весенних работ Ильчат Ильдусович оценил в 13 миллиардов рублей. Господдержка будет оказана на 1,1 миллиарда рублей. Это речь идет о субсидировании ГСМ, всевозможных породистых семян и так далее. Фозрахматов сказал, цитирую, в прошлом году было куплено историческое количество техники. Ну вот на это историческое количество техники он, конечно, все время напирал. Слегка, так сказать, затеняя некоторые тревожные факты. Факты таковы, что на данный момент запасов топлива обеспечено только 22%. На весенние полевые работы удобрениями на 27%. Основными поставщиками топлива является башнефть. Видимо, там не все ладно с финансовыми взаимоотношениями. Ильчат Ильдусович обещал нам рост урожайности. По крайней мере, в абсолютном выражении. То есть, если в 2019 году он собрал 3 миллиона 246 тысяч тонн валовом исчисления всевозможных зерновых и зернобобовых, то в 2020 году он собирается добавить еще 204 тысячи тонн. Ну, посмотрим, что у него получится. С печалью в голосе господин Файз Рахманов сообщил нам, что в республике у него аж 200 тысяч бесхозных гектаров пашни, которые никто не засеивает. Ну, на что Хабиров оперативно поручил Назарову разобраться с этими заброшенными гектарами и сделать диаграмму. Ну, видимо, диаграмма должна помочь. Тут хотелось бы сделать одно отступление от доклада господина Файз Рахманова и порассуждать о сахарной свекле. На самом деле, та ситуация, которая сложилась на Мелюзовском сахарном заводе, а он закрывается и уже закрылся, нанесет колоссальный ущерб именно сельскому хозяйству республики Башкортостан. Дело в том, что, в принципе, весь южный регион республики, вся южная часть республики свозила сахарную свеклу в огромном количестве, ну, в том количестве, в каком выращивала на этот Мелюзовский сахарный завод, и там его худо-бедно перерабатывало. Что теперь делать тем, кто традиционно засеивал и планировал засеивать сахарную свеклу, непонятно. Вот это падение на 12% посевов сахарной свеклы, это то ли совпадение, то ли некое предвидение, которое было еще в прошлом году, но теперь очевидно, что эта цифра увеличится, скорее всего, в разы. Что будет дальше с городом Мелюзом, где все-таки это предприятие занимало очень существенную роль, играло существенную роль в экономике города, и что будет с работниками их семей, непонятно. Почему-то сейчас в республиканских СМИ запретили писать об этой теме, и никакая там Рушана Ибраева об этом не напишет. Прямое указание Мурзогулова. В общем, странная история. Как это будет разруливаться, непонятно. И вот то, что касается конкретно Фазрахманова, докладчика, именно его на днях отправляли в Москву, чтобы с заданием, чтобы он договорился с собственниками этого Мелюзовского сахарного завода, не закрывать его, либо в какой-то форме передать актив республике, и республика попытается его реанимировать, не получилось. Хабиров был очень недоволен. Это, конечно, не публичная информация. Фазрахманову по поводу вот этой неудачи. Попытки, видимо, будут продолжены, но будет смешно наблюдать, если проданный в 2007 году завод, сами понимаете, кто был тогда у власти, администрации Мелюзовского района и республики Башкортостан, если эта же администрация, фактически эта же самая администрация, теперь обратно выкупит этот завод уже в разрушенном и разоренном состоянии. Будет некрасиво. Третьим вопросом оперативного совещания был легендарный, я бы сказал, важнейший вопрос современности, вопрос о подготовке к ямочному ремонту в республике Башкортостан. Примечательно, что по этому вопросу не был приглашен выступить Мухаммедьянов Тимур Рафисович. И это, конечно, очень странно, потому что, вообще-то, это 100% его зона действия, влияния и работы, но для начала Хабиров разразился пространным вступлением. Далее Хабиров ступил на опасную почву подражательства и сообщил, что прошедшая зима была очень сложной с точки зрения климатических условий, и эта сложная зима привела к тому, что существенно разрушилось дорожное покрытие. Все мы помним этот легендарный переход через ноль Ирика Елалова. Именно этим термином он объяснял катастрофическое разрушение дорог в Уфе и вот в тот год легендарный, значит, вот это изотопление Салавата Елаева и вот этот неубранный снег и так далее, и так далее. Однако Хабиров строго сказал, что именно об этой суровой зиме и нужно рассказывать жителям, и это совсем не говорит о том, что где-то все воруют. Стартовая позиция у нас негативная, сказал Ради Фаритович, и мне постоянно докладывают, что Пугачевка наша стала притчей во языцах. Действительно, на прошедшей неделе очень много было публикаций на тему вот этой улицы Пугачева, где просто действительно катастрофа с дорогой, и где многочисленные очевидцы наблюдали опять экстренную укладку асфальта прямо в лужи и в грязь. В общем, Хабиров повелел наиболее кричащие точки ликвидировать хотя бы во временном режиме. Тут я должен отметить, что, в общем-то, этот временный режим у нас является постоянным, и каждый год вот эти кричащие точки у нас ликвидируются именно во временном режиме. Иначе почему бы они возникали вновь и вновь каждый год на том же самом месте. Далее Хабиров сделал очень такое интересное отступление, сообщил о том, что, знакомясь с военными мемуарами, видимо, в преддверии 75-летия Победы, он отметил, что на войне расстреливали после первой попытки, не уточнив попытки чего. Но сейчас не война, и он решил дать гостранцу Республике Башкортостан вторую попытку. Но Хабиров строго отметил, что нужно, прежде чем реализовать вот эту последнюю попытку и последний шанс, нужно понять объем бедствия. Сколько этих ям и где они находятся. Нужно определить их локализацию. Для этого, сказал Хабиров, главы муниципалитетов должны провести оцифровку ям. Речь идет о непубличном продукте фиксации ям. Речь идет не об этом вот дорожном эксперте, а речь идет о закрытой части программного обеспечения, которым теперь оснастили все муниципалитеты. И качество работы муниципалитетов Хабиров будет оценивать следующим образом. Чем больше ям будет оцифровано в муниципалитете, тем лучше работает муниципалитет. Ну, на мой взгляд, здесь есть некое здоровое зерно, однако тут, как говорится, полка о двух концах. Чем больше ям они оцифруют и зафиксируют, тем больше ям им придется, в общем-то, и ликвидировать. А вот есть ли у них для этого ресурсы, еще вопрос. Но Хабиров заповедал главам муниципалитетов не бояться количества ям. И особо аварийные ямы, ямы аварийного характера, как он сказал, нужно ликвидировать срочно. Далее заслушали доклады трех наиболее характерных муниципалитетов республики. И начали, естественно, с Уфы. Уфа все-таки это четверть всей Башкирии по населению и по интенсивности дорожного движения. И первым докладчиком был Ульфат Мансурович Мустафин. Он сообщил нам, что муниципальные предприятия города Уфы укомплектованы спецтехникой. При этом он нам сообщил, что на всю Уфу действует всего пять асфальтоукладчиков. Некое противоречие, конечно, в этом было. Я не уверен, что пять асфальтоукладчиков на достаточно большой миллионный город этого достаточно. Но Ульфат Мансурович бодро заявил, что он уже начал конкурсные процедуры по закупке еще пяти асфальтоукладчиков. Но как-то немножко припозднился Ульфат Мансурович с этими делами. Вообще-то надо было зимой заниматься вот этими вот закупочными процедурами. Не факт, что он успеет купить эти асфальтоукладчики в срок, ну и по оптимальной цене. По поводу Пугачевки. Мэр Уфы сообщил, что начаты работы по устранению аварийных участков. Ну это та самая укладка асфальта в грязь и в снег. И также он планирует полную замену верхнего покрытия дороги протяженностью почти километр. И обойдется это казней города в 40 миллионов рублей. Упомянул Ульфат Мансурович и улицу Дагестанскую, на которой замена асфальтового покрытия тоже произойдет в 2020 году. Там тоже, в общем-то, катастрофическая ситуация и жители очень сильно жалуются. Хабиров в целом похвалил Мустафина, сообщил, что Уфа мобилизовалась. И не бойтесь, сказал Хабиров. Пугачевку перекрывайте. Только за благовременно предупредить или жителей. Первый вопрос у всех глав вообще региона и всей Башкирии должен стоять о ямочном ремонте, сказал Хабиров. Он несколько раз повторил о том, что именно ямочный ремонт становится сейчас задачей номер один для всех главов муниципалитетов и городов. Он тут же посоветовал и даже, в общем-то, приказал подключить Прочаковскую к Уфе. Звучало это, конечно, ужасно. На самом деле Прочаковская и так подключена всеми своими каналами к Уфе и как бы наносит ей достаточную вред и ущерб. Но, в общем-то, ее еще больше подключат к Уфе. Теперь, значит, она будет задавать Мустафину ориентиры для работы. Судя по всему, силы, задействованные в Уфимской мэрии на взаимодействии с сетевым пространством в представлении Хабирова, недостаточны. Теперь, значит, на скорой помощи к ним мчится мадам Прочаковская, которая объяснит им, чем недовольны жители Уфы. Вторым докладчиком в этом вопросе был мэр города Стрельтамака Куликов Владимир Иванович, который бодренько сообщил нам, что он уже оцифровал 1112 ям. Вот молодец какой. Еще даже не было указания, он уже оцифровал. Работы идут уже с февраля у него там. И с работой он справится. Но тут приключился у Владимира Ивановича забавный диалог с Хабировым и даже немножко с Назаровым. Хабиров сказал, что за Стрельтамак он не волнуется. Тут Куликов, воодушевленный таким, значит, благорасположением руководителя республики, вдруг начал просить денег. На Стрельтамак побольше бы денег дали. А то вот Уфе 195 миллионов дали, а нам в Стрельтамак всего 5. Хабиров попытался отшутиться. И ответил следующим образом. Назаров слышит, кивнуло на Андрея Геннадьевича, с ним поговорите. Назаров ухмыльнулся и сказал, что, пожалуй, дадим 5,5 миллионов. Куликов, совсем уже, видимо, потеряв берега, вскричал, что ему бы 200 миллионов. И тут Хабиров потерял чувство юмора. У вас там предприятия работают хорошие, замечательные предприятия, БСК есть. Вот пусть они и помогут. Конец цитаты. На самом деле прозвучало это даже уже очень, так сказать, неиронично. И тут проскочило какое-то некое подсознание в адрес БСК. Судя по всему, вот эта история с Куштау и вообще противостояние Белого дома и БСК, которое на самом деле наметилось в последнее время, оно вот проскакивает даже в таких вот посторонних темах. Конечно же, БСК не обязана финансировать дорожную сферу города Стрель-Тамака, но все мы помним, как это было при Рахимове, когда Спартак Ахметов вполне себе успешно доил вот эти крупные предприятия, окружающие город Стрель-Тамак. Но нынче времена не те. Предприятия принадлежат уже совсем другим собственникам. С ними уже не получится так же, как получалось у легендарного мэра города Стрель-Тамака. В общем, конечно, совет этот, честно говоря, в пустоту. БСК вряд ли даст Куликову 200 миллионов на ремонт дорог, но посмотрим. Третьим выступающим по этому же вопросу был глава Янаула Гельмиев Салават Назирович. Ну, видимо, он был выбран для гармонии, то есть большой город, поменьше и Янаул. Салават Назирович был краток и, в общем-то, нелеп в своем докладе. Он сообщил, что в городе Янауле он отремонтировал, внимание, 70 квадратных метров дорог и оцифровал 344 ямы, а также у него всего в Янаульском районе 1151 километр автодорог, на чем краткий доклад Салавата Назировича был закончен. Хабиров, впрочем, никак не среагировал на доклад Янаульского главы, обратился к Мухаммедьянову и напомнил ему, что к 1 апреля должен быть составлен график ликвидации ям по всем муниципалитетам. Несмотря на, в общем-то, незначительность того, как это звучит, задача поставлена грандиозная. Составить график ликвидации ям по всем муниципалитетам республики Башкортостан это задача, как говорится, наполеоновского масштаба. Не уверен, что она будет выполнена в полной мере, но, по крайней мере, что-то там сымитируют. Завершая доклад и тему ямочного ремонта, и так не предоставив слова Мухаммедьянову, Хабиров сказал, что все это очень чувствительная история, имея в виду ямочный ремонт, и эта история заставляет нас рефлексировать, сказал Хабиров, впрочем, не пояснив, о чем он говорит. Четвертым вопросом оперативного совещания был, в общем-то, непримечательный вопрос об оказании государственной поддержки отдельным категориям граждан для газификации жилых помещений в республике Башкортостан. Честно говоря, меня накрыло дежавю, и я стал вспоминать и вспомнил, что практически подобный, слово в слово, доклад уже прозвучал примерно год назад об этой газификации. Примечательно здесь то, что доклад делала не Ленара Иванова, а Мельников Юрий Михайлович, первый заместитель Ленара Хакимовна, и вообще на этой оперативке было характерно то, что те, кто в последнее время проштрафился, попал в опалу или, ну, в общем, попал в какие-то неприятности, они отсутствовали в зале, отсутствовала Иванова, отсутствовал Ренат Баширов, который, как вы помните, чуть не был уволен на прошедшую неделю и там каким-то чудом зацепился краем пиджака за свое кресло. Мы, в общем, стали говорить о газификации. Так вот, господин Мельников поведал нам, что 53 тысячи домов в республике Башкортостан на данный момент не подключены к сетевому газу, при том, что они потенциально могут быть подключены. То есть населенные пункты газифицированы, а дома не газифицированы. 53 тысячи домов. Для того, чтобы малоимущие граждане все-таки подключились к газу, к сетевому, была разработана вот эта система и разработана система выдачи сертификатов на 100 тысяч и на 60 тысяч рублей. Этих сумм как бы достаточно для подключения, по крайней мере, так утверждают и Мельников, и наши газоснабжающие организации. Так вот, кому же будут выдавать эти сертификаты? По 100 тысяч рублей эти сертификаты достанутся инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, коих осталось у нас на самом деле единицы, ну, а также инвалидам боевых действий. Ну, возможно, это афганцы и инвалиды чеченских войн. Но, прямо скажем, численность вот этой категории ничтожно мала. Ко второй категории, которой будут выдавать сертификаты на 60 тысяч рублей, относятся инвалиды и семьи с детьми инвалидами, а также многодетные семьи. Вот это более многочисленная категория, но им выдают поменьше денег. Всего в республике желание и интерес к получению этих сертификатов высказало 8 350 заявителей, 577 сертификатов уже выдано, и 9 сертификатов уже даже оплачено. Ну, программа эта на старте. Это классическая программа социальной поддержки малоимущих категорий граждан. Она как бы везде примерно имеет один и тот же смысл и одну и ту же структуру. Но, в принципе, ничего плохого, наверное, в этой программе нет. Пятым выступающим на минувшей оперативке был министр образования Республики Башкортостан Айбулат Вакилович Хажин. Айбулат Вакилович отчитался в основном о прошедшем форуме «Взлетай», который случился с ним 28 февраля, а также сообщил нам о тех новшествах, которые грядут в системе образования в Республике Башкортостан. Он сообщил нам, что с апреля месяца начинается учет всех неумеющих плавать школьников, которых будут обучать плавать. Ну, в общем-то, задача благая. Надеюсь, Айбулат Вакилович спасет хоть какое-то количество детей от утопления. Также Айбулат Вакилович затевает какую-то странную историю про террор детства. У нас теперь все непонятное и необъяснимое будет называться террор, видимо. А именно эта программа преследует своей целью организацию досуга детей, которых не отправили в летние лагеря на каникулы, и эти досуги они будут проводить на детских придворовых площадках. Что это будет, совершенно непонятно, но, тем не менее, Айбулат Вакилович с воодушевлением рассказал нам об этой программе. Также господин Хажин поведал нам о проекте «Школа без смартфонов». Это та история, которая довольно бурно обсуждалась в последнее время. Разговор шел о том, изымать или не изымать телефоны у школьников в школах. Велись какие-то странные опросы, подключались какие-то странные родители. Но, в общем, пока этот проект будет реализован в пилотном формате, видимо, опробуют на нескольких школах, что, собственно, тоже неплохо и правильно, потому что, прежде чем совершить глобальную ошибку и наломать дров, можно попробовать испытать это на каких-нибудь подопытных школах. Будучи основательно пропесоченным руководством республики за возросшие детские и школьные суициды, Айбулат Вакилович испуганно сообщил также нам о том, что он планирует провести глубинный анализ и начать борьбу с детскими суицидами. Напомню, что в начале 2020 года случился всплеск именно детских самоубийств в республике Башкортостан. И, естественно, именно Хажин за это дело огреб от Хабирова. Хабиров, помнится, даже сказал, что именно педагоги, учителя и, наверное, министр вместе с ними несут персональную ответственность за то, что этот всплеск случился. Ну, вообще, тема суицидов, она болезненная. Это что-то, лежащее рядом с этим фактором смертности в ДТП. В общем, любая насильственная и неестественная смертность в регионах, она находится под пристальным вниманием и анализом руководителей региона, но и, вообще-то, даже Путина. Шестым вопросом оперативного совещания был вопрос о развитии социальной рекламы. Прямо скажем, неожиданная тема. Докладчиком был Борис Николаевич Мелкоедов, руководитель агентства по печати и средствам массовой информации ВРБ. Очень странный доклад. Внимательно прослушав его два раза, я пришел к выводу, причем вывод этот мой абсолютно обоснованный. Этот доклад был попыткой завладения очень крупными возможностями на рынке наружной рекламы. Борис Николаевич с наскока, и попытавшись воспользоваться неосведомленностью Хабирова в этой сфере, попытался получить колоссальные полномочия, которых у него на данный момент нет. На моей памяти это уже, наверное, пятая или шестая попытка, успешная и не очень, перераздела рекламного рынка в Республике Башкортостан. И в этот раз Борис Николаевич Мелкоедов, и что-то мне подсказывает, что все это было сделано с подачи Мурзагулова, попытался завладеть рычагами управления рекламным рынком в Республике Башкортостан. Ну, давайте начнем по порядку. Начал Борис Николаевич очень сильно, издалека. И вообще о социальной рекламе, в своем докладе о социальной рекламе, Борис Николаевич говорил совсем немного. Говорил в основном он о деньгах, причем о деньгах чужих. Так вот, начал он говорить о том, что в Уфе и в Башкирии в целом четыре с половиной тысячи рекламных конструкций. Это не так. На самом деле цифра совершенно иная. Из них две тысячи конструкций, по словам Мелкоедова, незаконно эксплуатируются. И это тоже не совсем так. Общий объем рынка, Борис Николаевич, ссылаясь на какую-то непонятную ассоциацию, объединяющую непонятно кого, оценил в 550 миллионов рублей в год. И это совсем не так. На самом деле, реальный рынок наружной рекламы в Республике Башкортостан существенно превышает 2 миллиарда рублей. Но нельзя же было начальству рассказывать, как это все вкусно и привлекательно. Решили занизить в четыре раза. Ну хорошо. Поступление в муниципальный бюджет Борис Николаевич оценил в 120 миллионов рублей. То есть, в его представлении, с каждого счета, легального счета, платится 48 тысяч рублей в год. И это тоже не так, Борис Николаевич. А вот, если соотнести его арифметику по общей сумме рынка и общему количеству рекламной конструкции, и вовсе получается, что стоимость размещения рекламы на счетах в Республике Башкортостан, причем вне зависимости от их размера, составляет всего 10 тысяч рублей. Где такие суммы? Откуда? Таких цен давным-давно нет на рынке. Вообще, я вот так резко критикую этот доклад неголословно. Я 10 лет занимался наружной рекламой и знаю, о чем говорю. Борис Николаевич наивно полагает, а скорее всего намеренно дезинформирует руководство Республики, о том, что объем нелегального рынка наружной рекламы в Башкирии составляет примерно 240 миллионов рублей. В реальности этот объем превышает полтора миллиарда рублей. Далее Борис Николаевич начал давить на жалость. Он сообщил Радио Фаридовичу тревожные цифры о том, что объем рекламного рынка в Республике Башкортостан неуклонно снижается. Например, в 2016 году он занимал шестое место в Российской Федерации, а в 2019 году Башкирия уже скатилась на девятое место. Ужас-ужас. В попытке напугать руководителя Республики, который был немножко застегнут врасплох вообще вот этой темой, потому что, ну, как бы уж точно это не та тема, которая находится в зоне пристального внимания Хабирова. Борис Николаевич с неким даже таким избыточным усердием стал перечислять те факторы, которые странным образом мешают развитию рекламного рынка в Республике Башкортостан. Отмечу, дойдя даже до половины своего доклада, Борис Николаевич ни разу не сказал о социальной рекламе, хотя в заголовок она была вынесена. Так что же мешает, по мнению Бориса Николаевича, развитию наружной рекламы? В большинстве муниципальных объединений отсутствует схема размещения рекламных конструкций. Места, типы, виды рекламных конструкций не оговорены, отсутствуют карты. Занижены базовые ставки, завышены предельные сроки заключения контрактов и отсутствует единая формула расчета ежегодных платежей. Милкаедов стал напирать на то, что непорядок в сфере наружной рекламы препятствует освещению важных федеральных и региональных программ, а также событий. Далее Борис Николаевич намекнул, что сложившаяся катастрофическая ситуация в сфере рекламного рынка в Республике Башкортостан ставит под угрозу успешное празднование 75-летия Победы, а также ставит под вопрос эффективное проведение переписи. Сейчас по три недели ждем список адресов для социальной рекламы, всплакнул Борис Николаевич. Борис Николаевич, слушайте, вот давайте реально посмотрим на вещи. Сколько времени, сколько лет Борис Николаевич Милкаедов руководит этой сферой? Как минимум 10. Так вот, за 10 лет Борис Николаевич не смог организовать в муниципалитетах Республики Башкортостан схемы размещения рекламных конструкций. 10 лет Борис Николаевич занижал базовые ставки, 10 лет Борис Николаевич завышал предельные сроки заключения договоров, и вдруг Бориса Николаевича накрыло. Оказывается, нужно реформировать наружный рынок рекламы. Так что же нужно сделать для того, чтобы рынок наружной рекламы пришел в норму? Далее я перечислю, что Борис Николаевич предлагает. Нужно утвердить схемы размещения рекламных конструкций. Не смейтесь, пожалуйста. Нужно исключить незаконные рекламные конструкции. Нужно создать условия для современных рекламных конструкций. Создать единый облик городов. Увеличить доходы муниципалитетов. И сбалансировать платежи на весь срок договора. Собственно, что 10 лет мешало Борису Николаевичу осуществить вот эти подвиги Геракла в области наружной рекламы? Я объясню, что. На самом деле, как устроен этот рынок? Самое важное и самое главное в муниципалитете не принимать никаких решений. Самое главное не создавать никаких схем и карт. Самое главное не проводить внятных конкурсов. И тогда жизнь наладится. Долгие годы в Уфе, в основном в Уфе, потому что Уфа это такой самый лакомый кусок для рекламщиков. Хотя кое-что работает и на периферии, например, в Селитамаке. Так вот, долгие годы работала схема простая. Иди и договаривайся. Именно в этой парадигме все 10 лет проработал и Борис Николаевич, и все прочие, Жекирьяновы и так далее, и так далее. Именно эта парадигма стала привычной для всех рекламщиков в Уфе и в Республике Башкортостан. И я повторюсь, объем теневого рынка действительно составляет полтора миллиарда рублей. Общий объем рынка превышает два миллиарда рублей. Про отчисления в муниципальную казну не скажу, но цифры у Бориса Николаевича уж очень подозрительно кругленькие. Но вернемся к кооперативке и к докладу Мелкоедова. Хабиров выслушал Мелкоедова и начал с того, что он с удивлением все это слышал, как он выразился. «Две тысячи незаконных установок!» – вскричал Хабиров. «А есть ли среди них большие, которые на федеральных трассах?» Дальше Мелкоедов стал путать Хабирова. Он начал ему рассказывать про какие-то заборы, про какие-то… То есть Мелкоедов на самом деле испугался. Дело в том, что те незаконные установки или установки, установленные, простите за тавтологию, с нарушениями или без должных разрешений, это вовсе не тряпки, натянутые на заборах. Это вполне себе полноценные железные конструкции, которые обошлись в довольно существенные деньги и которые стоят именно по тем договоренностям. Тут Борис Николаевич струхнул и понял, что если сейчас Хабиров докопается до сути, то очень многие друзья и товарищи, совсем недавно на словах, как говорится, установившие эти конструкции и получающие существенные барыши, могут пострадать. Тут Хабиров, выслушав совершенно сбивчивые и тут же такие запутанные объяснения Мелкоедова про заборы, совсем впал в недоумение и говорит, а в чем проблема-то, цитирую, заниматься, наверное, надо, подключите ЖКХ, пусть сбивают постоянно вдоль дорог эти незаконные конструкции, подключите Мухаммедьянова, незаконные демонтируйте. И тут Хабиров пустился в воспоминания, вспомнив о том, что когда Воробьев забрал рекламную тему из области в правительство области, поступления в бюджет увеличились в 12 раз. Вот где деньги муниципалитетов, вскричал Хабиров. Если муниципалитеты не захотят заниматься, заберем в республику, сделаем единую схему ПРБ. «Будем считать, что наружная реклама в РБ, сказал Хабиров, находится на пещерном уровне». Поручил Назарову заняться. В общем, этот доклад вызвал у меня очень противоречивые чувства. То, чего хотел Мелкоедов, предельно понятно и на самом деле предельно примитивно. Мелкоедов попытался воспользоваться естественной некомпетентностью Хабирова в этом вопросе, погонять по ушам начальству и заполучить полномочия. То есть, в конечном итоге, что хотел Мелкоедов? Мелкоедов хотел получить право курировать и создавать вот эти схемы в муниципалитетах, ну, якобы наводя порядок, получить влияние на то, как распределяются эти рекламные места. Речь идет о примитивном переразделе рынка. На самом деле Уфа не самый дешевый город с точки зрения наружной рекламы. И, например, федеральные заказчики Уфе иногда даже удивляются, насколько, ну, как бы дорого стоит наружная реклама в таких хороших центральных местах. Вот эти все причитания и всхлипы Бориса Николаевича о том, что он по три недели ждет адреса социальной рекламы, на самом деле наглое вранье. Дело в том, что устроена система социальной рекламы следующим образом. Каждый собственник рекламного места обязан отдавать энное количество процентов, от пяти, по-моему, до семи процентов времени размещения на счете безвозмездному муниципалитету по социальной рекламе. А муниципалитет может передать это, например, Борису Николаевичу. Адреса всех счетов известны. В городе Уфа, как минимум, существует интерактивная карта вот этих вот рекламных мест. И получить эти адреса без проблем можно всегда. В режиме онлайн. Никаких трех недель Борису Николаевичу для этого не понадобится. Более того, социальная реклама очень приветствуется на фоне кризиса вообще в экономике, потому что за нее хоть сколько-нибудь платят. То есть вот эти все, помните, куницы, висящие в бесчисленном количестве по Уфе, это ведь есть социальная реклама. Тут Борис Николаевич, видимо, руководимый своим бессменным начальником Ростиславом Мурзагуловым, предприняли отчаянную попытку захвата очень лакомого пирога. На что я рассчитываю? Я рассчитываю на то, что Хабиров здесь проявит некую мудрость и, безусловно, обратив внимание на рекламный рынок Республики Башкортостан и понимая необходимость его упорядочивания, не поручит это делать Борису Николаевичу как минимум. То есть было бы очень разумно и было бы взвешено поручить это кому-то третьему. Ну, я надеюсь на то, что Назаров как бы найдет достойного человека, который непредвзятым образом войдет в курс ситуации, сделает анализ и только потом примет решение, потому что рекламный рынок – это очень чувствительный рынок. В нем очень быстро можно наломать дров. Понятно, что там мелкоедов, мурзагулов быстро заработают много денег, но от этого могут разрушить сам рынок. И, в принципе, какой-то сегмент экономики начнет умирать у нас в Республике. Это нельзя допустить. Соответственно, нужно допустить до руководства этим процессом людей, которые как минимум последние 10 лет не были причастны к этому рынку. Иначе мы получим просто банальный перераздел и ухудшение ситуации в этой части экономики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...